Настоящим праздником детства открылся новый детский сад в поселке Кудепста. Песни, танцы, конкурсы с призами и подарками, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка помогли детишкам почувствовать себя как в сказке, которая вдруг стала реальностью. Новый детский сад в Кудепсте получил название Академия детства. После окончания новогодних праздников он примет 280 малышей. И этого дня родители ждут едва ли не больше, чем сами дети. Для нас это дает время драгоценное. Мы раньше возили в хосту ребенка, сейчас совсем рядом с домом открывается детский садик. И мы очень рады этому, что мы успеваем завести ребенка и дальше уже по своим делам на работу. Ты рада, что ты в садик идешь? Да. Это огромная радость, потому что у нас тут хоть садиков и много, но они все переполнены. Поэтому попасть для нас это была вообще огромная проблема. Поэтому то, что у нас здесь в районе открывается новый садик, да еще и такой красивый, это для всех мамочек огромная радость. Очень рады, долго ждали. Было неудобно, мы ходили в другой сад, в хосту, с тремя детьми. Ребенок старший в эту школу ходит, постоянно с маленькой на руках, по холоду зимой. Ну, наконец-то дождались. Эту стройку окрестили народной. Чтобы сказку для юных сочинцев сделать былью уже к Новому году, взрослые работали на пределе возможностей. Изначально детский сад должны были открыть только в марте 2016-го. Этот детский сад, как бы, строился на ваших глазах и практически был построен за 7 месяцев. И огромное спасибо губернатору Краснодарского края, который по большому счету являлся самым главным нашим мотиватором и человеком, который стремился к тому, чтобы выполнить поручения президента Российской Федерации. Дети от 3 до 7 лет должны обязательно иметь возможность получить путевку в детский сад. И мы гордо сегодня говорим, что мы, сочинцы, это сделали. И сочинцам действительно есть чем гордиться. За последние 5 лет количество мест в детских садах города увеличилось с 14 до 20 тысяч. Только в уходящем году еще тысяча малышей дождалась заветной путевки. На строительство трех новых детских садов в разных районах города в этом году из федерального и краевого бюджетов было выделено 600 миллионов рублей. Сегодня финал 2015 года – это открытие детского сада. Я хочу пожелать процветания прекрасному этому городу. Я хочу пожелать главе города, чтобы таких объектов в год было как минимум три. Такая традиция есть. Нужны сочи новые сады, нужны сочи новые школы. А это уже село Волковка. Здесь будущие хозяева детского сада встречали гостей по традиции – хлебом с солью. А задорные песни сказочных гостей праздника заставили пуститься в пляс даже серьезных взрослых. Конечно, конечно. Так, все, здорово! Отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты логопеда, психолога, просторные группы и современный пищеблог. В этом детском саду все сделано на совесть. Каждый, кто принимал участие в стройке, понимал – контроль будет на самом высоком уровне. Пока взрослые оценивали качество строительных работ, хозяева детского сада сразу принялись за игрушки. Маленькая Роза любит рисовать и уже нашла себе все, что нужно для творчества. Мы не можем играть в круг, но мы не селимся. Здесь в жизни научиться читать, научиться писать, в руку. Конечно, мы будем тут спать. Вот здесь будут вещи твои лежать, видишь? Будешь всегда складывать сандали. Арине всего два года, но она уже чувствует себя в детском саду по-хозяйски. Первым делом девочка вместе с мамой выбрала себе шкафчик для вещей и кроватку, на которой будет спать. Нам очень нравится садик, большой садик, красивый. Очень удобно, что в сельской местности, что нам не придется далеко возить детей. Ну и, естественно, будем ходить сюда, заниматься и будем развиваться здесь. Вторым домом для этих ребят детский сад станет уже в январе. Свои двери для детей он откроет сразу после новогодних праздников. Но на этом решение социальных вопросов в городе не заканчивается. Уже в следующем году завершится строительство школы и детского сада в селе Верхняя Беранда. Галина Захарова, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.